День с толком Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Вогнали в краску. В Барнауле рабочие покрасили припаркованные автомобили в цвет беговых дорожек. Очередное здание потеряно. Отчего мог произойти пожар в старой части Барнаула? Нашествие куршунов на Алтай. Когда это закончится? И стоит ли бояться хищных птиц? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За день умерли два человека с диагнозом COVID-19. Напомним, за все время пандемии в регионе скончались уже более 350 ковидных пациентов. На сегодняшний день общее число заболевших в крае – 11 908 человек. 121 человек остаются в тяжелом состоянии. 37 жителей края находятся на аппарате ИВЛ. Продолжим. В Барнауле завидно регулярностью горят не только костры рябин, но и старинные деревянные здания. Многие даже говорят, что кто-то намеренно освобождает места под застройку. Между тем, предварительная причина пожара двухэтажного здания, которое полыхало накануне в центре города – неосторожное обращение с огнем. В спасательной операции принимали участие почти полсотни человек. Загорелся, как спичка. Пожар в доме на Пролетарской всего за несколько минут распространился на все здание. Второй этаж и кровля сгорели полностью. Очевидцы говорят, что когда-то это должно было случиться. Здесь никто не живет уже пару десятилетий. А построили дом еще в 1903 году. Судя по кадастровой карте, объект принадлежит Почте России. В толпе зевак есть предположение, что это был стандартный пожелтый для того, чтобы на этом месте построить новое здание. Ну а местные, кто живет в соседних домах, утверждают, что в этом доме регулярно на протяжении нескольких лет устраивали уютные посиделки бомжи, готовили себе еду. Возможно, кто-то из них не потушил сигарету. Также соседи жалуются, что в этом доме неоднократно происходили изнасилования и даже убийства. Тоже убийства, несколько раз убийства были. Конечно. Здесь постоянно собираются малолетки. Ничего не заколачивается. Это вообще, это предоставлено здание само себе. Вот этот дом заброшенный, тот дом заброшенный, а мы вот по бокам живем. Это поджог, поджог. Но только бомжи. Вот бомжи там жили, вот на втором этаже. Вот, ладно. Бомжи жили. Я ментов вызвал. Уберите, уберите. Никто не убирает. А сегодня дожились. Это хорошо, что вы еще не загорелись. Бомжи здесь постоянно тусовались. Мужики какие-то. Ну, бомжухи конкретные. Я вот то, что могу сказать. А вы с ними знакомы? Нет, я с бомжами не общаюсь. Знатно бомжи зажгли костры рябин накануне 3 сентября. Открытый огонь спасатели ликвидировали в течение часа. Еще несколько часов пожарники разбирали конструкции здания. В операции было задействовано 12 единиц техники и 42 человека. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Сложность пожара заключалась в том, что здание у нас старой постройки, полностью деревянное. Перекрытие перегородки деревянное и пустотное. Шло большое распространение быстрого пожара. По словам жителей, они неоднократно привлекали внимание властей к пристанищу бомжей. Теперь людям жалко. Старинное здание спасти не удалось. Можно же все-таки выделить средство какое-то и сделать, чтобы был архитектурный дом. Почему-то сносят архитектурные дома, а ставят эти девятки. А самое главное – люди боятся. Это не последнее ветхое здание на их улице. И значит, такая же история может повториться еще раз. Мы сейчас долго будем еще на таблетках и на скорых. Вот я сейчас со скорой вышла, еще неизвестно, через сколько дней мы уснем. Ирина Корчегина и Илья Халяпин. День с толком. Укладывали беговые дорожки для спортсменов, а заодно и покрасили около десятка машин. Все, стоявшие на ближайшей парковке от стадиона «Динамо Авто», за несколько часов, вопреки воле владельцев, покрылись мелкими каплями стойкой краски. Кому в таких случаях предъявлять претензии и во сколько теперь может обойтись восстановление автомобилей, разбиралась Мария Микшута. Александра Казанцева не сразу заметила, что на ее внедорожнике появились непонятные хаотичные капли краски. Стекла, фары и весь кузов покрыла мелкая бордовая крошка. Откуда такой раскрас, долго гадать не пришлось, ведь буквально в 30 метрах от парковки стадион «Динамо». Накануне там проводили работы по укладке и покраске легкоатлетических беговых дорожек. Потому что так, конечно, не делается. Машины портятся, если вот так на них попадает краска. Причем мы совершенно никак не относимся к стадиону «Динамо», не имеем к ним отношения. И нас не предупреждали о том, что там будут какие-то работы. Мы не имели возможности свои машины убрать. Дорожки для спортсменов укладывали, как говорится, на совесть. Рабочие покрасили в яркий незатейливый не только полотной свои ноги, но и около десятка припаркованных неподалеку машин. Какими ветрами на автомобиле снесло мелкие капли краски, мы решили узнать у подрядчика, который выполняет работы. Работы мы проводили согласованно со стадионом. Вы от меня что хотите, я не совсем понимаю. Вы хотите мне, что когда дождь проходит плохой, вы кому претензии пишете? Я же на вашу машину ничего не лил. Возместят ли автовладельцам ущерб, пока неизвестно. Но очевидно, что подрядчик глобального проекта пренебрег элементарными требованиями безопасности. Важно задокументировать это все. Должны быть справки о размере причиненного ущерба. Ну и, собственно, с чего мы начали этот разговор. Естественно, важно зафиксировать сам факт. Потому что со временем следовая обстановка может утратиться. Кто-то что-то забудет, свидетелей желательно будет. После мойки следы краски никуда не делись. Сотрудники автосервисов уже дали свои прогнозы, во сколько может обойтись чистка лишь одной машины. И эта сумма исчисляется далеко не одной тысячи рублей. Не только полировать, да? А какая сумма стоит? 5-6. 5-6. Между тем, автовладельцы подумывают подать коллективный иск на возмещение ущерба. Те, кто организовал покрасочные работы, должны были учесть всевозможные факторы. Ведь пыль от этой краски могла сесть не только на авто, но и в легкие людей. Мария Микшута, Николай Шелко, Александр Антропов. День с толком. Разрешили вернуться. Для иностранных студентов, которые из-за пандемии не имели возможности продолжить учебу в России, открывают границы. Вернуться, исходя из письма главы Федерального Роспотребнадзора, они смогут уже в октябре. Как обучение проходит сейчас и о чем переживают руководители алтайских высших учебных заведений, где учатся сотни иностранцев, узнавал Никита Ромаков. Практически в каждом высшем учебном заведении региона есть иностранные студенты. География мест, откуда они приезжают, обширна. Еще до того, как границы закрылись, многие разъехались по домам. Кто-то не успел и остался в России. И те, и другие учебу продолжали дистанционно. Поступали в этом году в том же режиме. Даже если тест на ковид окажется отрицательным, двухнедельного карантина избежать им не удастся. К слову, из 800 иностранцев, которые учатся в техническом, больше 100 остались на каникулах в России и уже очно приступили к учебе. Густаво родом из Колумбии. Когда началась пандемия, учился на подготовительных курсах. Возможности уехать у него не было. Теперь он первокурсник. У нас есть лекции, у нас есть практики. Лекции проходят дистанционно, онлайн. Практики очно. Ну, это, ну, и со ситуацией с коронавирусом. Знакомы друг с другом. А сейчас у нас, ну, первая цена получается. Очень доволен. Просто первый день, первая цена. Но не все студенты остаются довольно дистанционным обучением. И закрытые границы только способствуют этому. Как нам рассказали в другом вузе региона, педагогическом, студенты-иностранцы, поступившие на коммерческой основе, все чаще выбирают учебу в своей стране. Поэтому, не дожидаясь открытия границ, забирают документы. И здесь, конечно, есть большая проблема, что если вот этот карантин продлится очень долго, то часть студентов начнет думать о том, чтобы перейти в вузы у себя на родине. Хотя, конечно, престижность высшего образования в России, будем говорить честно, выше. Но вот в данном случае здесь тянуть с карантином тоже сильно нельзя. Здесь палка о двух концах. И все-таки иностранцев ждут. И даже, говорят, придумали алгоритм их возвращения в Альмаматор. Алтайские вузы планируют принимать студентов отдельными партиями. В первую очередь, первокурсников. Педагогический университет развернет приемный пункт на базе профилактория. Политех выделит отдельное общежитие. Пункты уже готовят, исходя из требований Роспотребнадзора. И если границы откроют, принимать иностранцев будут в течение нескольких месяцев. Но не более 50 человек за один приезд. Именно на такое количество рассчитаны созданные пункты. Никита Ермаков, Николай Шелко, Илья Халяпин. День с толком. Выявить заболевание на ранней стадии и получить консультацию специалиста. В Алтайский краевой онкодиспансер приезжают тысячи людей со всего края. В этом году поликлинике при диспансере надежде исполнилось 10 лет. Как здесь работают сегодня и есть ли изменения в онкологической статистике, расскажет София Яценко. Все нормально. То есть той противоболевой терапии, которая назначена вам достаточно. Пациенты этой поликлиники требуют повышенного внимания. Каждый их день проходит в борьбе за жизнь. Тяжелые онкобольные на последних стадиях заболевания испытывают сильные боли, которые напрямую влияют на качество и продолжительность их жизни. Пациенту дается телефон горячей линии во время консультации. И в случае каких-то проблем в любое время они обращаются. И уже совместно с врачами на местах проводятся кореции схемы противоболевой терапии. Для определения стадии и качества новообразования в поликлинике проводят гистологические анализы, пункцию и биопсию. Мы оцениваем пигментацию образования, оцениваем края, ровные, неровные участки до пигментации, сосудистую сеть, есть она или нет. И по вот этим совокупностям этих признаков можно больше склониться в сторону либо это меланома, либо это все-таки пигментное, доброкачественное образование. Часть новообразования отправляется в эту лабораторию. Благодаря хорошему оборудованию нередко удается выявить заболевание на ранней стадии. По словам работников онкодиспансера, за время существования поликлиники пятилетняя выживаемость пациентов выросла почти на 6%. Настолько же сократилась и смертность. Но для онкологии даже такая маленькая цифра имеет большое значение. Около 100 тысяч исследований в год. И более 80% материала к нам поступает с поликлинического приема. В год мы ставим около 6 тысяч злокачественных наобразований. Раньше больных принимали в других онкологических учреждениях – на Матросово и Партизанской. Там условия, мягко говоря, не способствовали выздоровлению. Здесь у врачей и пациентов появились новые возможности. Светлое современное здание с логистикой, с навигацией, с современными лечебно-диагностическими комплексами, аппаратурой по самому современному уровню. И, конечно же, это дает возможность лечить наших пациентов и продлять им жизнь и качество жизни. Условия совершенно другие. Шикарное оборудование, более современные кабинеты. Врачи-специалисты все те же самые, остались все замечательные, все классные. Несмотря на пандемию коронавируса, прием пациентов в надежде не прекращался. Меры безопасности соблюдают и сегодня. Ведь таким пациентам ждать некогда. Время для них играет большое значение. София Ценко, Александр Антропов. День с толком. Нашествие коршунов на Алтай скоро закончится. В последние недели жители пугают целые облака из хищников на уровне верхних этажей. Как объясняют специалисты, это молодняк и он учится летать. Поэтому создается впечатление, что край оккупировали опасные птицы. В разных частях региона люди делятся кадрами со своих дворов. Высота лета коршунов 4-5 этаж. Кружат, выискивая добычу, ведутся на запах отходов животного происхождения, могут засечь и аромат шашлыка и даже украсть его, если поймут, что компания людей не представляет для них опасности. Но некоторые жители и сами помогают коршуном в пропитании. Все помнят недавнее видео из Заринска. Там птицам из окна выбрасывали колбасу. Впрочем, сам факт подкармливания этих хищников для Алтая вполне привычный. Люди раньше были даже в Барнауле, что прикармливали, просто выкладывая на подоконнике какие-то кусочки куриных окорочков. Они прилетали, ну как на кормушке. Просто развлечение для людей, конечно. Птицы привыкают, они будут прилетать, кормиться. То есть в какой-то степени это может быть будет помогать им выкармливать потомство. И обеспечит вам пернатых друзей на несколько лет. Впрочем, наслаждаться таким соседством осталось недолго. В сентябре коршуны покидают наш край. Добавим, что их на Алтае насчитывают сотни тысяч. Это самый популярный хищник в регионе. Однако в общем рейтинге он не входит даже в тройку распространенных птиц края. Согласитесь, как часто из уст старшего поколения звучит фраза «Вот бы вернуться в Советский Союз». Сделать это можно без машины времени. Достаточно приехать в гости коллекционеру из Мамонтовского района. Мужчина собрал уникальную коллекцию экспонатов советского времени. А со дня на день откроют еще и выставочный зал, где можно прикоснуться к целой эпохе. В стране советов побывала Валентина Аскерова. Механическая бритва. И брейся. Сейчас брейся. 67-й год. Она младше меня на 5 лет. Так эмоционально и с большой любовью коллекционер из Мамонтова Виктор Зайцев рассказывает о предметах из Советского Союза. Говорит, советский дух он впитал с молоком матери. Сам долгое время работал в аппарате райкома Комсомола. Спустя два десятка лет после развала СССР начал собирать все, что хоть как-то напоминает дорогое прошлое. В Мамонтово меня уже мужики не пускают в гараж, потому что я обязательно что-то увижу и что-то выпрошу. Когда задают вопрос, что это стоит, я поворачиваюсь и ухожу. Проходит некоторое время, люди сознательно осознают, приносят. Иногда приходишь, просто-напросто на крыльце стоит коробка, написано Виктору Зайцеву, и там есть что-то, материал. Так с миру по нитке набралось свыше 5000 экспонатов. Здесь вам и коллекция утюгов начала 20 века, фотоаппараты военных лет, бюсты вождя пролетариата и даже школьная парта из прошлого. Женщина на два года постарше меня и просто-напросто села за парту, встала и заплакала. Ностальгия. Я говорю, Валя, что это будет? Она говорит, видите, вот перед глазами сразу появился весь первый класс, а половины нет уже. Ностальгия взрослым, ликбе с молодым. Главная цель выставки. Бывают такие случаи, что вот у меня в будущей ленинской комнате портрет Володи Ульянова, юного мальчика, кучерявый. Написано Владимир Ульянов, молодой человек, 26 лет, говорит, а кто это? Я говорю, ну это Ленин. Поворачиваюсь к нему тупо в глазах. Здесь два больших зала. В первом тематические экспозиции. К примеру, утюги от угольных до электрических. Во втором чисто ленинская комната с пионерской комсомольской атрибутикой. В планах третий зал. Рабочий кабинет в стиле 50-х годов. Стулья, радиола, речь Сталина на виниловой пластинке. Можно сесть за стол, посидеть, собрание провести. Официальное открытие выставочного зала состоится в ближайшее время. К слову, заглянуть в прошлое можно совершенно бесплатно. Брать плату за вход Виктор Зайцев не собирается. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Сегодня на площадках Барнаула начинается показ в фильмах в рамках 22-го Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Конечно, он пройдет не так масштабно, как в прошлых годах. Любители кинокартин зато ждут у экрана в парке Барнаульская крепость, парке Спорта Смертина и на территории Гмилика. Попасть на просмотр просто. Бесплатные пригласительные билеты раздают на каждой площадке перед началом показа. Единственное ограничение – количество зрителей, не больше 50 человек. Об этом рассказала министр культуры Елена Безрукова на открытии кинофестиваля, который проходил онлайн. Коронавирус повлиял не только на сам формат. Вместо 10 полнометражных фильмов в этом году их 8. И на этом программа закончится. В этом году будет конкурс состоять только из полнометражного художественного кино. Мы отказались от короткого метра, поскольку формат немножко сужен. Но тем не менее, это ленты, многие из которых, на мой взгляд, я все посмотрела, очень вписываются в девиз фестиваля. Зрителям представят 7 российских и 1 российско-грузинскую картину. Суббота – последний день просмотра. Тогда же объявят победителя. Кстати, кроме самого просмотра кино в рамках фестиваля, пройдут мастер-классы для молодых режиссеров. Среди тех, кто выступит перед молодежью, сценарист-режиссер Евгений Бедырев. У меня на этом все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире.